Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Знаете, как мой привет всем, начиная новый влог, мы тут фотографируем пиончики, уже этот пофотографировали, на дачу заехали, голова в машине, тут в багажнике вот так вот разбирается вот эти части, все можно закрывать, мы вон там фоткали, даже зелени еще нет, не очень красиво смотрится. Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот такой прям получится Красота Субтитры делал DimaTorzok 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 Бесплатно И ножку у него сделаю вот такую Попробуйте вот номер его Вот ножка будет очень красиво сочетаться Сейчас я вам покажу Вот такой вот пион Так как я покупала мастер-класс, тоже не дешево, поэтому я считаю, что я не имею права мастер-класс, то, что, так сказать, человек записывал, старался, придумывал свою технику, вот, я считаю, что это неправильно будет, если я просто бесплатно выложу и все будут смотреть, с моей стороны будет некрасиво. И еще я тут много чего поменяла в технике, добавила много своего, сделала намного проще его, чем его делают, чем делала первый раз я, по мастер-классу. Вот, много что я поменяла тут, но вот он такой уже, этот, 60 сантиметров получился, тут еще режу, здесь и здесь айворид цвет розовый, потом вот такой вот темный, потом другой розовый, тут 4 оттенка, в общем. Вот мне нужно еще ножку сделать, очень большая серединка у него получилась, здесь даже можно сделать его как люлька такая для фотографии, которая, забыл, как она называется, сюда мягенько что-нибудь постелить. Я думаю, в ближайшее время я сделаю ее, будет очень круто в аренду буду сдавать. Вот, а этот у меня будет на ножке. Все, в принципе, это все мои новости. Гофрированная бумага, я, кстати, еще, знаете, что подключили, мы еще вот этот вот светильник, хорошо работает, но когда включаешь, там пятна остаются на нем такие красивые. Не знаю, что это именно такое, вот, но он больше даже шар, чем на том, который вот я покупала, попробовать. Вот я, может, и на нем еще что-нибудь обязательно сделаю. Мы тут заказывали изолон в Нижнем, кстати говоря, заказали, а про нас забыли. У меня муж поехал туда забирать на московский, приехал, а я как раз работала, он мне звонит, говорит, нету изолона, такая как нету, вот так вот. А мой заказ отдали просто другому человеку, думаю, классно. Написала, мне сказали, извините, у нас много заказов, поэтому мы перепутали, как бы вот, не предупредили. Суть в том, что он ехал далеко, и даже не предупредили, что, там, не езжайте, мы отдали, там, хотя бы написали бы и сказали ради приличия. А еще я тут теперь все пробиваю, все ростовые цветы через кассу. Все по чекам у меня теперь все отчеты. Потому что как-то пробивать, продавать, сдавать в аренду людям без чеков, без всего, и отправлять в другие города, я думаю, это не очень красиво с моей стороны быть. Да и какая-то, даже если, допустим, люди берут в аренду, хоть какая-то уверенность должна быть, когда они вносят предоплату. Вот, это у меня теперь все. Кстати, классная мобильная касса, обычная такая. Тут еще терминал, мы его еще не подключили. Обычная касса, продажи, возвраты, товары, алкоголь. То есть он не только от кассы для, допустим, продажи. Тут много чего. Всякие приложения тут есть еще вот. Журнал. И там, допустим, если вы занимаетесь наращиванием ресниц или ногтей, там что-то такое, вы можете, допустим, вбивать число, вот 23-е, допустим, число, вторник будет, завтра. Вы вбиваете это число, вбиваете номер клиента, в какое время он у вас будет. И ему за сутки, то есть вот, допустим, на 24-е, ему за сутки он ссылает на этот номер, пишет, что, что-то я уже просто вечер немножко, я уже туплю. Пишет, что, там, приходите, здравствуйте, у вас там запись, у вас столько-то, у вас столько-то такого-то числа. В общем, за сутки он предупреждает сам. То есть вам не надо даже сидеть и отправлять клиентам. Если у вас по 5-4 человека в день, не нужно отправлять клиентам напоминания, потому что он сам все сделает. Ну, там много приложений всяких, мы еще не разобрались особо. Все, на этом пока все новости. Пойду отдыхать. Пиончик доделаю завтра, я его делаю уже дня 3. Но, если честно, если сравнивать, какая степень сложности у этого цветка, я бы не сказала, что это легкий цветок. Вот, я буду проводить живые мастер-классы по нему. И вот, кто из другого города не может приехать в Нижний Новгород, то будет мастер-класс платный. Я бы не сказала, что легкий тяжеловато. Я и первый цветок долго делала, я второй пион тоже долго фиолетовый делала. Вот сейчас третий я записываю, так как камера постоянно разряжается, держается батарейка, я ее заряжаю и знаю, что надо купить еще одну, но пока что что-то я про не забываю. Пока зарядится, естественно. Ну и нарезки. Здесь вот уже, по-моему, пошел шестой рулон у меня. Поэтому тяжело. Серединка долго делается. Здесь долго делается, но она того стоит. Вот, вот именно цветы для бизнеса, вот пионы вот эти для бизнеса, очень классно. Для торговли, для аренды, они очень крутые. Смотрите. И то он сейчас еще без ножки. На белой ножке я вам потом обязательно в группу выложу, сфотографирую его. И, кстати, тут делаю вот эту вот стену, потом вот он выложу. И вот здесь вот он будет вместе вот с этой стойкой в аренду буду сдавать. Потому что стойка идеально будет сочетаться с вот этой вот стенкой. Красивая получается. Ближе вам покажу. Видео будет после того, как я все это сделаю, все цветочки побольше буду делать. Продолжение следует.